Приготовим лагман, но вариант попроще. Яйца первой категории, 4 штуки. 320 грамм муки. Возможно вам понадобится чуть больше, либо чуть меньше. Соль, 2,3 чайной ложки. И начинаем замешивать. В итоге получаем упругое тесто. Его откладываем в сторонку, пусть отдохнет. В сковороду льем подсолнечное масло, 50 грамм. Все ингредиенты будут нарезаны на кубики маленькие. 250 грамм говядины обжариваем на большом огне. Затем идет лук. Лук обжарился и закидываем морковку. Лук 100 грамм, морковь 100 грамм. Затем идет картошка облысевшая 100 грамм. За ней сразу болгарский перчик, тоже 100 грамм. И где-то там между ними проскочил чеснок мелко порубленный. 6 грамм или 3 зубчика. Вот это все обжарилось, потом идут помидорки. 150 грамм, тоже прожарим чуть-чуть. Теперь льем горячую воду 750 миллилитров. Из специй идет смесь перцев, 1 чайная ложка, кориандр пол чайной ложки, соль 2 чайной ложки, черный перец, 1 треть чайной ложки. 15 минут на среднем огне потушили и готова подлива наша. Теперь займемся тестом, оно уже кайфануло, отдохнуло. Распыляем поверхность мукой и на две части его отделяем тесто. И раскатываем круг такой примерно 2 миллиметра толщиной. Теперь с двух сторон хорошенько распыляем мукой его. И складываем на такие вот полосочки. Теперь перекладываем на доску, чтобы не порезать коврик. И разрезаем на кусочки, которые хотим. Чем тоньше разрежем, тем тоньше лапша будет. Порезали, когда потом мукой присыпали, вот так вот так поделали, покидали ее. Потом воду скипятили, немножко посолили ее. И когда вскипела, закидываем просто лапшичку. Лапшу варим примерно 7-15 минут. Зависит от того, на какие куски вы ее порезали. Пробуем, когда она готова, перекладываем ее в холодную воду. Выкладываем в тарелку и если хотим, можем сливочного масла добавить. Потом льем сверху нашу подливу. Скорее всего подлива будет немножко подостывшая. Это все разогреем и поедим. Или можете сначала сварить лапшу, а потом уже делать подливу.